здравствуйте позвонили мне попросили рассказать одну историю из моей жизни я ее действительно рассказывал уже многим и говорят запишите пожалуйста на камеру ну решил да запишу ее действительно это было в прошлом году как раз перед поездкой в черногорию позвонил один из партнеров правда не из моей сети и рассказал что вот пользуется он бустом нравится ему как машина ездить стала ну выхлопа практически нету динамика такая хорошая но говорит нет экономии то есть она была а потом исчезла но я с ним тогда поговорил все расспросил и вдруг понимаю что действительно все что он рассказал все это сделал правильно в чем причина понять не мог и он мне тогда сказал говорит все я горит из бизнеса выхожу я горит не хочу людей обманывать но у меня это действительно тогда расстроила сильно тем более перед поездкой в черногорию ну и так лег спать а потом утром встал после сна голова ясная и вдруг меня такая догадка в голову стукнула как говорится я потом еле дождался когда он сеть выйдет skype то есть я ему позвонил чтобы расспросить и уточнить так или нет я правильно ли думаю оказалось на сто процентов попал именно так как я и думал сейчас я вам объясню в чем причина была на дело в том что он делал как положено дело в том что надо ехать 50 километров в одну сторону 50 километров назад от заправки то есть полный бак заправить что он и сделал потом опять за это добавил буст и добавил это бензина до полного бака и поехал опять 50 километров туда 50 километров назад опять приехал заправился и вот разницу высчитал у него получилось по моему 15 и 6 что ли процентов экономии вроде бы все а потом он пригласил двух свидетелей по моему на седьмой бак когда было это игорь это проехали и получилось что у него там четыре с чем-то процента всего лишь экономии и дозировку все вроде подобрала экономия исчезла и вот тут я грится сделал такую глупость я его не спросил а куда же вот эти два свидетеля куб где они были это как-то мы так поговорили я думал что они на отдельно на машине поехали поехали а он их посадил на машину на свою а что такие что такое двое мужчин ну вот скажем так я больше 100 килограмм вешал но я их его тоже спросил говорю а сколько говорю вот они там по весят вообще эти люди то ну он горит да они должны таки крупные ну даже вот представьте себе 180 ну то есть 160 килограмм то есть два человека это 80 килограмм ну сколько они весят неизвестно а машина маломощная для нее это вот эти вот два человека она как раз и съела этот эту экономию но это я знал уже давно потому что у меня права 76 года и уже у меня была троечка жигули и на работу вот я когда особенно ездил на октябрьскую шахту я очень хорошо это замечал когда едешь один машина летит расход меньше ездишь один когда берешь кого-то а частенько друзья товарищи но это на смену то есть в одну смену ездили садились машину подвозил и вот когда кого-то подвозил расход ну то есть бывало чаще заправляться приходилось то есть расход увеличилось вот такое и получается что человек когда пригласил с двух свидетелей он посадил их в машину а машина у него там я не не помню название уже потому что с очень многими разговариваешь но я помню что она там меньше 100 100 лошадок по-моему что-то где-то 70 лошадок всего лишь и вот представьте на машине поехать а если там еще на этой дистанции например где-то подъем или это это естественно будет намного больше кушать вот такое это у него примерно там 10 процентов минимум съели два человека сидящие с ним поэтому делайте правильно замеры я вам хочу сказать что может влиять на замеры во первых вот эти показания на машине что ну расход по трассе загородный цикл то есть это и езда в городе езда смешанный цикл это все условные показатели дело в том что на любой машине даже одинаковые марки они могут отличаться довольно таки сильно тому вот средний расход по трассе даже если вы делаете замер 50 туда 50 назад это не значит что это у вас замер по трассе такой точно это замер именно по этому участку дороги мало того зависит от шофера естественно то ли будет человек 50 килограмм весить или 150 килограмм весит от этого тоже очень зависит погодные условия обязательно должны быть одинаковые то ли ты будешь при плюсовой температуре там плюс 20 или минус 20 это тоже влияет буквально все влияет на замеры мало того то ли ты едешь пустой то ли ты груженый вот в данный момент у нас как раз получился вот этот конфликт с весом надеюсь я поделился и довольно таки интересной информации потому что стаж у меня действительно большой я вот 76 года езжу на машине на мотоциклах ездил и все это хорошо знаю вот данные моменты я как бы специалист уже в этой области так есть или нет экономия от нашего продукции это решать вам вам надо именно проверить это если вы сомневаетесь но не забывайте что вот когда средний даже расход вы смотрите на машине потому что средний расход но это и средняя скорость вот например я вот видел в там ролики показывают что средний расход такой-то на машине средняя скорость очень маленькая потом показывают что вот но применяю продукцию но это не нашей компании вы получаете вот такой но среднюю скорую средний расход но там смотрю скорость уже средняя скорость уже показывает больше потом опять еще повышение но это идет то есть понижение расхода и повышение скорости это взаимосвязано чем выше скорость тем меньше у тебя будет расход и тут у них там 30 процентов или 35 процентов экономии это неправильно чтобы делать правильный замер надо сделать как 50 километров туда 50 километров назад почему именно 50 потому что у вас будет как раз 100 километров и вот именно будет у вас средний показатель скорости так вот вроде просто все делается но это обязательно надо сделать потому что если вы не будете уверены в том что работает продукция или не работает продукция вы конечно бизнес будете делать не честно поэтому лично я делал замеры я знаю что продукция действительно работает а кто не знает или кто не верит для них не существует никаких доказательств с вами был виктор кожанов платиновый партнер компании файл и и и